...порядок будет достигнуть... Бытует мнение, что дождливая погода на арку спартаковцам. Оно сложилось давно, и когда-то действительно такие погодные условия помогали Спартаку. Что ж, нынешнее поколение спартаковцев в этот день поддержало традицию. Хозяева поля начали мощное, и многое у них получалось. Мы отобрали только действительно острые моменты в первом тайне. По ним некоторые скажут, что Спартак имел подавляющее преимущество. Это не совсем так. Шахтер тоже атаковал, но не так остро. А вот оборона выглядела не очень надежной. Порой она действовала суетливо, и только неточность спартаковцев и спортивное везение выручала Горняков. Дважды мяч попадал в стойку ворот, да и вратарь шахтера Колтун казался непробиваемым. И все-таки спартаковцы ушли на перерыв, выигрывая 1-0. Комбинация мох-попов-Радченко закончилась взятием ворот. Во втором тайме на первых минутах команды поменялись ролями. Шахтер поставил задачу сравнивать счет и справился с ним. Правда, за счет индивидуальных усилий Петрова. Он обошел нескольких спартаковцев и пробил точно. Еще несколько раз шахтер серьезно угрожал воротам спартака. А затем показалось, что Горняков вполне устроит ничья. Изменение настроения у соперника тонко уловил спартак. Вновь у хозяев поля пошла широкая размашистая игра. Мяч почти не задерживался в середине поля. Две атаки стали результативными. Опять мох сделал точную навесную передачу. И один из самых активных в этот день у спартаковцев, Попов, вывел команду вперед. Еще продолжалось у гостей шоковое состояние, когда спартаковцы провели еще одну атаку, и Перепаденко отправил мяч под перекладин. А передачу делал Шалимов. 3-1 выиграл спартак, а зрители наградили аплодисментами обе команды. Они это заслужили. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...